Да, я же думаю, поменялось серьезно. Если уже тут и составы поменялись, то, соответственно, и результат будет другим. У нас с тем временем уже первая пистолетка. Моментально залетаем на нее. Удачи, конечно же, пожелаем коллективам вам приятного просмотра. Астралис против Виталити. ESL Pro League 14 сезон. Матчи группа А в самом разгаре. Вот совсем скоро разберемся с первыми участниками стадии плей-офф EPL 14 сезона. Буквально нас отделяют с вами 4 best of 3. Первый из которых начинается сейчас, а все остальные 3 пройдут параллельно завтра в 9 часов по Киеву, Москве и Минску. Обязательно приходите. Финальная развязка группы состоится завтра. Ну и вот у нас пока что Виталити и Астралис. Астралис уже успели проиграть Энс. Виталити успели пикнуть вертига, отлететь в салат. В общем, тут непонятно, вот насколько в своей топовой форме находятся коллективы. Ну, сейчас мы узнаем, по крайней мере, кто из них сильнее. За его уже слопотал по голове от Глэйва. Но пока не сильно меняется идея Виталити на этот раунд. Все еще позиции на низком старте под выход на Аппоэнт. Пошли гранаты. Глэйв дает дым в ответ, ливает на 9. Интересно, что-то пытаются здесь Астралис предпринять. Перемудрили, походу. Походу, да, сами себя переиграли только что Астралисы, думая, что это фейк. Но на самом деле, слушай, эта неспешность Виталити позволяет даже частично вернуться на позиции. Хотя конкретно в поинте никого нет. Лаки так и не заимил по голове. Приходится отдавать бомбу сопернику. Но все еще соблюдается преимущество поживой силы, которое только усиляется со временем. Есть им килотюпри. Но это все равно 3-2 в пользу. Астралис пока что Киоджин и Шокс. Киоджин сам по себе должен воевать. Шокс ему не сильно был в состоянии помочь. Да и себе, как показала практика, тоже 1-0. Астралис выигрывает пистолетный раунд. Начали в преимуществе. Закончили примерно так же. Ну, не знаю, насколько это обосновано. Я знаю только одно, что код, который вы можете увидеть в правой части экрана, поможет вам застраховать свою ставку прямо сейчас. Он действует только на время этого Best of 3 матча. Больше вы его не увидите. Так что запомните его таким красивым. И, конечно, воспользуйтесь, если хотите поставить на эту встречу. Тем временем он уже, уже, уже в разгаре размены. Дюприз забирает за его. Но перед этим потеряли лаки игроки команды Астралис. Но, правда, остаются все еще в большинстве. С другой стороны, двойка на Б находится максимально далеко от места событий. И тут, если все-таки поторопится состав Виталити, могут базу Ани все-таки запушить. Дюприз срезает одного почти, что добирает еще и Месуту. 32 хп остается у последнего. Ну и 2 в 3 с красным Месутой. Раунд очень-очень непростой. Но, тем не менее, не закончился. Шок с фуловой. Калашик на руках у него имеется. И бомба на руках у Виталити тоже есть. Но вот за 30 секунд будет тяжело, конечно, как-то внезапно для оппонента сместиться. Пойдут до последнего на А. Только что свапнули на Галилу на Калаш. Похоже, что этого Астралис не слышали. Некому это было как раз-таки заметить. Ну и вопрос с позицией Мэджиска. Под 90 не самая стандартная. Уже полетели гранаты. И Мэджиск первого легко забирает. Ну, тут как бы было 50 на 50 в прочеке. Высказывали наши ребята в лайв-студии пожелание посмотреть Даст. В принципе, я думаю, в этом матчапе такое возможно. Я надеюсь, что так оно и произойдет. Все-таки у нас в прошлой игре как раз к третьей карте все самое интересное только началось. Здесь, возможно, какая-то история будет похожая. Кто его знает, пока ясно, что, видимо, на раунде с пистолетами. Вот Виталий тебе слишком много ждать нам не придется. Апекс уже погиб. Но его тиммейты пока живы. У них диглы так-то. То есть чисто в теории по головам надавать можно. И тут охотятся на Лаки, на молодого. Вот без боя, конечно, не сдается. Но все равно слишком много соперников было поблизости. Что так или иначе ведет к потере Эмки. Бубски слышит игрока на длине. Заеву просто бежал, несся, закрывает спину. Но Бубски находился слишком близко. Закрывает еще и Мисуту. Третий раунд отправляется в актив команды Астралис. Во многих противостояниях есть надежда на то, что нашли себе Астралис прочного, жесткого снайпера. А пока будем разбираться по ходу. Дело с этой всей историей. Быстро в рейв под Б-Плэнт. Находится первый фраг. Ну, что-то таки босс за Иву. Хеоджин отвечает на Глэйва. 4 в 4. И Плэнт пока еще не занят. Бубски четко дает это понять. Минусует одного. Переводится на второго. Забирает его. И по-прежнему живет. Тут уже и гранаты рассеиваются как-то совсем. С разбега в стену забежали только что Виталити. И вы догадываетесь, кто в такой стычке мог бы победить. Хочется похвалить Бубски. И в плане Аима он в начале карты оверпасс очень хорош. Два фрага были довольно-таки значимые. Майджик 6 на 0 тоже, как мы видим, безукоризненно пока что настреливает. Вот так вот у нас вертикально выпала бомба. Редко такое происходит. Спасибо обсерверам, что акцентировали наше внимание на таком событии. Но тем временем Шаксиньо остается по-прежнему в гордом одиночестве. Потихоньку, помаленьку, за 40 секунд всех найти и уничтожить Шаксу будет крайне нелегко. Как минимум, потому что его позиция уже известна. Все были куда-то выше головы полетели. Нет, не пошел проверять. Внешний дым есть от Астралис. Смотрится довольно надежно. Но выход, кстати, через шорт, а не через монстр. Вот Месута сейчас, если накажет, будет, конечно, хорошо для Виталити. Но Месута не наказывает абсолютно. Здесь только один человек способен карать. И это Глэйв. Дабл, не потеряв ни единого хеллспоинт. Там тот самый девайс лежит. Его только что Апекс подобрал. Но Глэйв просто пошел за три бой, за квадро. Что, может и эйс ему дадите тогда, раз уж такое дело. Нет, Бупски не дождался своего капитана. Не требуется команде пока что без его усилий. Справляются Астралис. Ну и что после паузы? Придумают Виталити. Бомба сброшена. Есть контроль детской площадки. Месута дал минус. Потерял много хп, но все-таки ушел. Тут вопросы к тому, как так сыграла пара Астралис. Бупски давал эту флешку, которая Меджеска фуллблайнд отправила. Да, как и его соперникам. Но у него было хоть небольшое, но все же позиционное преимущество. Есть размен от Астралис. Те не собираются долго играть в меньшинстве. Классная вылазка. Подшорт выводит все же на 4 в 4. Бупски заметил Апекса. Только четверть хп тому удается забрать. Но как минимум напугать точно удалось. Дюпри. Тут уже как будто не смогли во время вытащить Шила. С мягкого места, как будто Астралисы. Ну, Дюпри, видимо, уже думал, что это фулл А. Он сейчас выйдет, даст инфу под Б никого. И побежит холповать. А тут получилась обратная ситуация, что как раз таки стягивались на Б плент. Игроки атаки. Тут можно сейвить спокойно. Лаки Бупски 2 в 3. Позиции для выбивания этой бомбы нет. Ну и Виталити после паузы свой первый раунд выигрывает. Ну, на. Нужно уходить сейвиться. Астралис здесь. Виталити не отпустят подобную ситуацию, судя по всему. Но пока так. Пока так находится первый раунд для Виталити. Причем позиции ближние. Будуэта Астралис просто копались. Парни, пытаясь не позволить забрать свои девайсы. Спина к спине. Братья по оружию. Боевики 90-х. Лаки в итоге проспал. Так. Так. Бупский пришел на помощь. Апекс. Взорвался. Красиво. Два хэдшота есть. Ну тут. Консолечка нового поколения. Которая не занимает три четверти вашей комнаты. Ну, благодать. Не иначе. А мы продолжаем тем временем смотреть за пока еще девайсными раундами. По крайней мере от Астралис. Все весьма-весьма неплохо было в первых. Как-то отмечал, мало убивали Виталити. Но сейчас могут начать убивать много. Глядя на шестерку. Хэпэллаки. Отправил Кьёджина во свои аси. Не хотел отпускать вражеского снайпера на более безопасную позицию. И вроде как решение было неплохим от Кьёджина. Но вот это, знаешь... Внезапно Лаки решил, а нанесу-ка я почти пять сотен урона за один выстрел этому господину, раз он на меня лезет. Наконец-то, наконец-то увидели мы фраги от Лаки. Опа, ответочка не заставила себя долго ждать. Первая в голову Апекс. Уже вырубает Мэджикса. Дюпри пытается выйти в размен. Апекс сидит практически в той же позиции. Лаки промахивается, отступает немного назад. Дюпри зажатий переводит их душевых. И погибает от рук все того же Апекса. Вот и Апекс во всей красе. Начал, может быть, и не лучшим образом. Но два раунда по два фрага. Копилочку команды он дает. Отбирается пачка. Постепенно Виталити решает финализировать свой выход. Но сделать это через болото. А тут третий номер. Глэйм. Какая флешка. Без шансов для Кэпа Астралис. Сделали вид, что ушли, что вернулись. Короче, попытались перехитрить всех на планете. Но вот Лаки не перехитришь. Так просто. Три хп у того было на два фрага. Он нашел. Теперь два в два. Попытается Бубски сменить позицию. На ход еще фраг. Блайн сойдет. Шокс. Один в два за десять секунд. Нормально. Можно. Можно. Такое брать. Забрал первого. Понимаешь, что второй в халпе. Берет бомбу. Шесть, пять секунд. АВП. Лаки просто прячется. Четыре. Успевает. Нет. Не успевает. На Е надо было ставить. Экономики команду Виталити. Раунд с одним калашом теперь от французов. На арморах Апик Шокс. Все остальные без бронежилетов. Отыграют эту ситуацию. Мэджиск. Вносит очень много демэджа. Но все-таки не убивает Кьо Джина. Лаки на дуге. Длина абсолютно пустая. Дюпри начинает неплохой поджим. Промахнулся Хаешкой. Но уже на помощь со своей гранатой успевает Глейв. И, соответственно, Месута взорван. Четыре в четыре. Так или иначе, один калаш, который у Шокса все еще есть, может оказаться серьезным аргументом в дуэлях против Астралис. Ох, как же все тяжело, конечно, с экономикой для Виталити. Пока он на следующем раунде уже будет попроще. Мэджис. Снова на инициативе играет. Очень много агрессии себе позволяют Астралис. И далеко не всегда это приносит приятные результаты. Не убили Зайву. Там ни армора, ни шлема, ничего не было. Глейв, вот они классные. Три хп за его. Просто нажал первым на спусковой крючок. Какая дичь только что произошла. Все, изи два в четыре. Еще раз. Нужно брать команде Астралис. На релоди, на релоди. Второй этаж на релоди был. Они оба релодились. Апекс просто пришел и убил. Мрачный женец на Дэнни Мадасквери. И возможно даже подобраться в упор по счету взятых раундов. Есть такая возможность. Тем более, что пока вот эта инициатива, которую датчане раунд за раундом демонстрируют, хоронит саму команду Астралис. Бубский три хп от Дюпри 19. А здесь уже вовсю выход просто на всех парах несется на ультраскорости. Под бплент поставить бомбу и тем самым затащить раунд для своей команды. Ну вот так вот, вот так вот в общем-то находится. И третий раунд в актив для Виталити тоже. Хаешечки на буст. За деревякой там есть один из игроков. Он далековато. А, Дюпри вообще в агрессию прошел. Тогда никого не было. Супер флэш зато. Позволяет нейтрализовать того самого Дюпри. Найден энтри. И причем не один, а сразу два. Это уже по доброй традиции. Если ты убил одного из игроков Астралии, жди через три секунды в другом куске карты второго. Ну и теперь раунд три в пять. Нужно, наверное, даже отдавать эту длину. Бежать, пытаться втроем Дэйфит Плент. Все-таки расконтролить всю плоскость карты оверпасс. Втроем крайне-крайне непростая задача. Мэджиск близко-близко простреливает. Но пока что никакого урона по шексу не внес. Так. Что придумает защита для себя? По иронии судьбы они как раз потеряли обеемки, которые у них были изначально. И как-то их забрать в конце раунда было бы неплохо. Если не удастся перевернуть здесь своими диглами и скаутом. Но до переворота дело пока и близко не доходит. Есть аудиоинфа. Для Бубски, в принципе, что под Бэп Плентом кто-то есть. Ну, у него семь пуль и пять соперников. Ну, тут вообще нет. Нет и даже близко нет. Не произошло чудо какого-то для Астралис. Все как бы. Опять занятый Плент. Опять потребность сейвиться, наверное. И, возможно, как-то попытаться все же вернуть себе хотя бы одну эмку. Под контролем экономику. Датчан. Сейчас у них это удается очень здорово. Одиннадцатый раунд. Мы видим. Два юспам, два дигла и скаут. Распоряжение Астралис. Глейв на ближней позиции. Попал, но не в голову. По шексу размен. Странно, кстати, что не поступил. Лаки мог попасть. И добил бы шексу, кстати. Теперь Лаки идет погибать уже в Пленте, собственно. Будет ли хоть одна потеря для Виталити. Это, наверное, самое интересное, на что можно рассчитывать в подобном раунде. Ну, залетает хаешка под дюбри. Тоже, в общем-то, неплохо. Мэджиск в надежде на ошибку. Кого-то из своих соперников контролит пиксель, который не был отсмочен изначально. Но тут уже повторный дым, и Мэджиску никого видеть здесь не суждено. Никакого откровения, никакого подавляющего преимущества. Ни та, ни другая команда. Заработать уже не в состоянии. Но, тем не менее, каждый раунд очень важен. Чтобы под концовку... Мне казалось, что этого раунда не хватает. У Кьёджина просто вебка временами зависает. Я пытаюсь понять, это он троллит или это вебка зависит. Это Кьёджин зависает или вебка, да? Но тут все. Тем временем, пока я пытался разгадать этот ребус, просто под пару флэшек смаков залетают Виталити на Б. Вообще, как себе домой загуляли парни под В. И это уже далеко не первый раз, когда мы видим подобное от Виталити. Очень легко вскрывается. Команда Виталити. Но если пойдут, то, возможно, возможно, нас с вами еще ждет сюрприз. В этом раунде пошла агрессия на болото. Апекса прошли, Кьёджин выныривает и делает первый минус. Все нормально. Кьёджин продолжает работать на благо своей команды. Не до конца четко разыграли, конечно, в паре этот момент Виталити. Но как минимум они не отдали ни позицию, ни девайс. Это тоже очень важно. Мне кажется, если подойти к Кьёджину, дать ему монетку, то он задвигается. Живая скульптура. Может, золотой его покрасить тогда еще, чтобы вообще было красиво. Но тут выход пока такой же, как и все предыдущие последние раунды от Виталити. То есть ножом по маслу. И опять вот Лаки. Товарищ, которому не находится экшена. Ох, еще и нашумел. Ну, вообще, день не задался пока что для Лаки. Эх, сейв, и было нечего. Решил постреляться. Но и здесь, как мы видим, проигрывает. Это дуэль Лаки. Конец. Там просто очень здорово Мэджис. Начинал со счета 6-0. После этого вообще ни одно убийство. Глейв 8-2 начинал по фрагам. Теперь 9-9. Ну, вот эти парни перестали прям уж очень жестко бомбить. И начались приключения. Так, есть размен. Прошли все-таки Лаки. Вторая снайперская винтовка, кстати, в руках Бубски. Обратите внимание. Не Дюпри, не Глейв. Именно Бубски на втором ОВП. Все ищут. Уже снайпера даже в ком-то из тиммейтов других. Помимо Лаки. Ну, правильно. Потому что там уже, судя по слухам, скоро и Дюпри не будет. Нужно, можно еще одного авика куда-то найти, поставить. Глейв пусть летает. Да. Хороший план. Керриган вернуть в состав. О, нормальная тема. Он как раз с авиком поиграет. Ну что, будет ли заход окончательный? Ломятся Виталити. Хорошая флешка, но в блайнде Глейв дает размен. Три в два раунд. Бубски. Так, так, так. Очень близко. Ставится бомба. Апекс пробежал. Ой, ну тут на тоненького Апекс пробежал. Ну, все получилось. Да. Бубски погибает. Сетап в два АВП. Судя по всему, обсуждали Астралис во время паузы. Да, навел, навел тут фейков. Навел Майнгейма на МГМР. В итоге вот такая дуэль просто в подвале. Бюсу-то забирает Дюприм. Теперь два плюс два по точкам. Остается Астралис. Киоджин уже в душевых. Причем это активный фейк. Мы с вами видим бомбу на радаре. И финалка будет в направлении базы Б от французов. Там еще Мэджет может умереть на самом деле. Опа, Молотов. И Молотов дальше. Не в ту степь, немного Молотов приземляется. Но пока внимание держится на Аппленте. И это уже тоже неплохо. Опс. Йоджин в этот раз Мэджет обнаружил. Попытается еще немного постреляться там. Глэйва минусует вообще без вариантов как-то. Ну, хоть кто-то выигрывает хедзап. И это Бубски. Пока КД один у него был. Но не получилось выйти в плюс. Только лишь в минус. Все. Лаки Мэджет. И опять-таки товарищи, которые даже не находятся на Б-пленте. Явно сигнализируют нам о том, что... Счет 9-6 по итогу первой половины. В пользу Виталити, учитывая их старт в 0-5. Это можно назвать отличной первой стороной. 9. Если ты, допустим, пропустил первую сторону и только сейчас открыл стрим или смотришь еще одно ХЛТВ, я думаю, абсолютно ни о чем не говорящий. И, в принципе, Астралис должны с этой мыслью подойти сейчас ко второй половине. Ну и, кстати, интересная задумка. Тройка там сидит в окопе под базой Б и вместе с бомбой. А вот на разведке Дюпри и Глейв мы видим уже на шарах. При этом у Глейва еще и все гранаты. Но он их не отбрасывает, а идет, наверное, выпускать все-таки тиммейтов на Б. Но, похоже на то. Уже близко Глейв как раз к позиции раскидки. Полетит сейчас какой-нибудь волшебный, невероятный смачок. Но мы пока смотрели скорее за Дюпри и его попытками оттянуть внимание на АО. Дьорджин первосмачно так шлепнул. Дальше, правда, не туда пошла стрельба. Но какая разница, если Апекс своей ХАЕшечкой все равно добьет. Ой-ой-ой, не сразу заметили Апекса. Но все-таки флешка была отличная от Глейва. В итоге погибает опорник базы БМ. Ну и французы попытаются ретейкнуть бомбу 3 в 2. Но ситуация в целом рабочая. Особенно если быстро найти фраг друг за другом. Виталий открывается. Лаки дает первый фраг сразу же. Лаки, Лаки. Ах, пока как-то вот не летит абсолютно. Там уже релоуд. Глейв включается. Лаки, Глейв. По фрагу Лаки трипл килл в итоге этой пистолетки. И на победу коллектива Астралис. Вот это циферки, конечно, любопытные. Глядя на разницу по раундам. И глядя на то, что сейчас она станет еще меньше, возможно. Но это пока еще далеко не факт. И в три эмису-то эвакуировался по коктейлю. Но как бы это сильно его не спасло. Теперь и меньшинство у Виталити. А что здесь расчет пока вот только остается для меня загадкой. Особенно в плане коэффициента вот этой четверки. На раунд 2 в 3 от Виталити. Ну, видимо, да. С пистолетами. Которые пока еще далеко друг от друга находятся. Ну, Апекса 5-7. Если сейчас Астралис перестроится на монстр. То, возможно, он их примет. Но движение все-таки противоположное у датчан. Как мы видим, идут они толпой. В случае чего готовы обеспечивать размен. Через туалеты. На дуге Мэджиск. И вот-вот уже окажутся в абсолютно пустом плейнте. Угадали спокойно здесь, да. Астралисы могут уже сильно и не заморачиваться за концовку этого раунда. Все. Проверили при фаере. Можно даже пустить немного. Осторожно поохотиться, если не страшно за армор. Может быть и не стоит. Но того в принципе. Все. Инфа по бомбе. И сразу Апекс и Шокс начинают уже смещаться ближе, кстати, под фонтан. Ну, здесь были фраги. Расчет, в принципе, забрать какие-то диваны. Айса он понятен, абсолютно оправдан. Оп. Плюс формилка. На чекал дальнего. Но он не сразу как-то среагировал. Да и дистанция, прямо скажем, очень непростая была для Мак-10. Галли у Мэджиска работает поисправнее в этом моменте. Шокс говорит, теперь я хочу. Так. Интересно, куда Шокса отправят под Б-плэнт. С этим фармганом. Трон бустом. Наверное, он даже будет запускать под угол, чтобы было сложнее его прочекать. Кстати, классный момент. Менее предсказуемая позиция от Шокса. Здесь теперь занимаются его тиммейты. Байтят на себя. Даже если удастся просто зарабатывать 600, уже неплохо. Для подобного раунда. Смотрит коннектор. Там под фонтаном никого у атаки. То есть достаточно односторонне действуют здесь Астрали. За что могут в теории поплатиться. Ах! Месут второй раунд подряд. Попытки сбежать. Просто получает себе летальный дамаг в спину. Фраг сделан. Фраг сделан. Теперь нужно немного отвлечь внимание от Шокса. Так. Байтит. Байтит. Апекс. Глэйв проверит. Видит пятку. Расстреливает. Слишком опытный. Слишком опытный капитан. Трипл килл уже от Глэйва. Вот это было красиво. Глэйв, если убивает, то только пачками соперников. Иначе его это, видимо, не интересует. Второй трипл. Для него, возможно, будет второй квадро на самом деле еще. Если именно Глэйву дадут убить за его. Да, да. Значит, два квадро кило и один трипл килл. Но для Глэйва мы уже можем здесь отметить. Вот он у нас на экранах. Герой раунда. Теперь уже в меньшинстве. Оказывается, Виталити. Обратите внимание, насколько вот иначе. По крайней мере, в старте раунда смотрелись французы от Датчан. Куда более изначально закрытые точки. И только после потерь. Какая-никакая. Но агрессия присутствует. Куда Глэйв понес. Для меня загадка. Но еще большая загадка, как его не убили. Так, он в бок полетел прицел. Зайву, тем не менее, разменялся. Очень грамотно ушел. Не факт, что есть информация по длине. Правда. Но Зайву все еще жив. Так, все Дюпри рассекретили. Зайву не подпускает бомбу в точку. 25 секунд. Зайву. Не ваншотит по-пупски. Погибает Дюпри. Зайву! Что творит, Матье? Лаки все еще живет. Последний от Астралия. С 20 секунд. И Авик на руках. И Кьоджин не позволит даже толком навестись на себя. Чутка самого Мэджикса она ослепила. Мэджиска, точнее, Кьоджин. Дождался. Дождался подсадки. Попал, но куда-то, видимо, там по ушам залетел дэмэдж. Ой-ой-ой, проспали Глэйва. Тут, кстати, еще монстры есть на карте. Действительно, позиция сюрприз. Шокос разменялся на Лаки. Но понимаю, что под Б большинство игроков сейчас атаки. Вот она бомба, что самое интересное, наверное, в раунде. Про нее как будто забыли. Только пошли забирать Глэйв вместе с Мэджиском по фрагу. Мисута живет все еще. Одного патрона до Глэйва не хватило. И теперь только Шок сам по себе. 9 секунд. Так, так, так. Можно просто не дать поставить эту бомбу. Чего вы делаете? До расстрытия. Без унции. Нормально, нормально. На Ешку? Нет. С позиции Шарок. Ой, вышел. Ровно, когда этого не нужно было делать. Не будет в этом раунде Мистера Квадра. Сразу Глэйв первым погибает. Это минус первый калаш. Что особенно неприятно. Это такая даже забрать. Некому толком. Сразу атака перетягивается. Ну, вообще-то неплохой момент. Кьоджин пропушил. То есть понимает Виталича, что это выход на АБ. Апекс за плентом. Бубский с гранатой в руках погибает. Как же не везет Астралис по таймингам. Прям абсолютно как-то пошел за его душить. Апекса забрали на второго. Вот в такой вот ногой позиции уже не ждали. Оказывается, прием Мэджис вдвоем. Мэджис. Ах, увидел только что одного. Но и даже Месуту перестрелять ему не удалось. Там еще за его был. Практически полностью вживу. Назад. Назад в респаун. Могут. Могут именно по ходу матча включиться. Даже несмотря на проигранные пистолетки. Проигранные стартовые серии раундов. Тем не менее, вот на более длительной дистанции все-таки они раз за разом выходят вперед по счету. Тут тринадцатый подарок. Мы видим девайсы. Очень-очень мрачный у Астралис. Арморов нет. Ну, да, как бы. Нет смысла создавать интригу там, где ее попросту нет. Минус три игрока у Астралис. И еще два парня просто слишком далеко находились. Вражеского капитана. Глейв в очередной раз меняет позицию. Нет, дождался. Дождался пика. За девайсом еще сходить, конечно. Но так далеко пройти не получится. Кто его туда пустит, спрашивается. Понятное дело, Лаки тоже не выпускают. Двадцать секунд. Глейв. Так, по таймеру. Не, ну, в теории успевает. Погибнуть успевает в плане. Потому что, ну, сейвить не хотелось бы, наверное, Диггл с гранатами. Вот такая вот картина красивая. Француз. Лаки вообще спиной к нему здесь. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, тонкая ситуация. Сам за его тоже может не погибнуть. А, это же за его. Как это погибнуть? Два фрага дать точнее. Толком хп не потерять. Бомбу выбить. Всю инфу дать своим тиммейтам. И навести просто тонну кипиша. И полнейший тильт на соперника. Заготовки на мажор. Подъехали. Запустили за его. Опа. Минус три уже есть. Сказать за его убей? Это заготовка на мажор. Ну, запустить под кучу флешек его сюда. Вариант. Так. Следующий нет. Квадрокила все-таки не состоялось. Но тут просто контроль и респы был на самом-то деле. На протяжении минуты. Вот за его. Так как бы опять мы наблюдаем замечательную картину маслом, когда два игрока Астралия стоят и думают, что им вообще делать. И в раунде, и на карте тоже. Тут все, похороночкой все это, конечно, веет. И потребность уже на второй карте просыпаться. Как-то вот, ну, 5-0-3-0. Это восемь из девяти раундов, которые выиграли у нас Астралис. Начало половин. Все. Крадется по длине Дюпри. Чек и душевые никого не видят. Бубский пытается отвлечь на себя внимание. Его встречает Месута на ближнем углу. Дюпри. Прошел за его. Так, так, так. 35 секунд. Флешка. Шокс. На Авике. Мимо. Опа, второй уже поярче был выстрел. Красивенько фликом нашел Лаки. Уже теперь и большинство у Виталити. Ах, Шоксу даже не дают толком пострелять. Апекс раньше фраг забирает, чем Шокс хоть кого-то увидел. Все. Снова развал начинает. С какой-то Дюпри. Успел еще по каске дать Апекса. Но какой от этого толк. Чтобы все-таки оплатить учебу. Но спасибо, что ты сказал об этом всем людям. Оттушим. Дюпри. Первый минус. Убил босса. Шокс, кстати, все еще с АВП. Про него известно. Так, ну пока все. Застыли Виталити. Тот случай, когда даже потеряв одного игрока, они не особо хотят идти дальше. Дым рассеивается. Здесь двоечка. На удивление даже еще Мэджиск сильно надамаживал. Так как-то спрей изначально разошелся. Не лучшим образом. И Апекс отпустил еще. Все. Миль может спокойно наградить. Не то, что торопится уходить. Все равно стреляется. КП немного. Но позиция такая. На хэдшот скорее. А Мэджиск понимает, что у него в руках калаш. И если там все-таки Апекс загуляет, хороший шанс будет его убить. 45 секунд. Нужно что-то делать Астралис. Они в большинстве, но пока сидят преимущественно на своей половине карты. Как пройти Шекса, непонятно. Опа. Потеряли Дюпри. Много гранат. Нужно как-то забросать позицию Шекса. Шокс уже понимает. Идут к нему в гости. Жесткая флешка. Шоксникова толком увидеть не успел. Позиция у него такая. Как бы у вас длины вообще никто напрягать не будет. Лаки хорош! Найс. Блайнди по голове. Мэджиск дал. Чтоб неполадно было перед прицелом-то открываться. Шестнадцать девять. Запускайте музыку еще раз. Угорает просто Кьёджин. Да, курьезное завершение карты получилось. ООО!